Иоганн Рудольф Глаубер, Карлштадт, 10 марта 1670 года, Амстердам, немецкий алхимик, химик, аптекарь и врач. Биография Глаубер родился в Карлштадте в Нижней Франконе в семье Цирюльника, о его жизни до 1644 почти ничего не известно. Не имея средств на обучение в университете, Глаубер изучал науки самостоятельно, в молодости занимался изготовлением зеркал, был алхимиком и работал в аптеках. В 1644 году он был лекрим при Королевском дворе в Гиссане, в 1645 году переехал в Бун, а в 1648 году в Амстердам. В 1651 году Глаубер купил дом в Китцингене, где устроил собственную лабораторию, при которой имелось опытное поле, на котором он производил опыты с минеральными удобрениями, научная работа. Глаубер подробно изучил вопрос об образовании и составе солей кислот, внес заметный вклад в разработку способов получения целого ряда неорганических веществ. Выделил ряд солей, которые предназначал для использования в качестве лекарственных средств. Первый описал сырой бензол, полученный разгонкой каменноугольной смолы. Перегонкой смеси селитры с серной кислотой получил чистую азотную кислоту. А нагреванием поваренной соли с серной кислотой, чистую соляную кислоту и сульфат натрия, называемый глауберовой солью. Дымящая соляная кислота долгое время называлась по имени глаубера. Большое практическое значение получила открытая глаубером реакция взаимодействия поташа с азотной кислотой и с образованием чистой калийной селитры. Глаубер одним из первых стал применять в лаборатории стеклянную посуду и внес ряд усовершенствований в конструкцию печи для приготовления стекла. Разработал способы получения окрашенных стекол и основал промышленное стекловарение в Тюрингии. Глаубер получил жидкое стекло, изучил и описал соли и аммония. Обнаружил, что осадок хлорида серебра растворяется в нашатырном спирте, что серебро осаждается из раствора его соли и щелочью и карбонатами. Впервые описал получение уксусной кислоты сухой перегонкой растительных веществ. В теоретическом плане глаубер был сторонником этрохимии и последователем парацельса. В его сочинениях, опубликованных в семи томах под названием «Глаубери опера умне», помимо прочего содержится и зачатки учения о химическом сродстве. Называя причину, побуждающую вещества к химическим изменениям с родством, глаубер основывался на мнении древних философов, что взаимодействие веществ может происходить только тогда, когда эти вещества имеют нечто общее, среднее. Глаубер, подобно большинству современников, верил в возможность превращения неблагородных металлов в золотые существования эликсира жизни, и даже утверждал, будто открыл секрет приготовления эликсира. Тем не менее, глаубер относится к числу тех представителей рациональных течений в алхимии, значительные экспериментальные успехи которых заложили основы для научной химии. Память. В 1976 году Международный астрономический союз присвоил иния Гана Глаубера кратеру на обратной стороне Луны.